Мы подходим, можно сказать, к кульминации нашего сегодняшнего служения. Вы знаете, что мы раз в месяц проводим служение хлебопреломления. Мы находим, что Первопостольская Церковь, особенно когда они жили такой общиной, коммуной, можно сказать, совершали практически каждый день вот это служение, и когда мы читаем 11 главу послания Коринфянам, то мы можем понять из того, что они собирались вместе, вместе проводили так называемую вечерю любви, то есть совместно ужинали, и одновременно они проводили служение хлебопреломления. Мы живем в другое время и имеем каждый в своей семье общение, но вместе с тем очень важно иметь общение в Доме Божьем, и мы особенно делаем ударение, хотя иногда есть такие моменты, особенно если это небольшая община или мы собираемся на какие-то особые служения, часть церкви. У нас есть такое совместно, когда мы разделяем пищу, но как церковь поместная мы проводим, и большинство евангельских церквей нашей страны, да и других многих стран избрали первое воскресенье каждого месяца. Иногда это переносится на другое воскресенье, это не какое-то такое, знаете, установление, которое нельзя изменить, но это очень важно, чтобы мы с вами участвовали в трапезе Господней. Конечно, есть такие обстоятельства, когда человек пропускает, мы повторяем вечерю Господню вечером, для тех, кто не имел возможности утром участвовать в служении. Иногда так получается, что кто-то в отъезде выпадает рабочее время, хотя мы просим и верим, что за лучшее, чтобы верующие люди не работали в воскресный день, но иногда такой скользящий график, который заставляет человека пропустить это служение. Конечно же, мы понимаем, что есть всякие обстоятельства, и иногда происходит то, что, как говорит Писание, вол падает в яму, это что-то неожиданное, что-то незапланированное, и тем не менее, если этот вол постоянно падает в яму, то тут либо эту яму нужно засыпать, либо вола этого убивать. Я понимаю так, что мы должны трепетно относиться к этому моменту, к этому служению, которое мы проводим, и это служение воспоминание, но удивительным образом оно, обращаясь в прошлое, обещает нам прекрасное будущее. И это будущее не только там в вечности. Мы в Писании говорим, что с одной стороны, если мы надеемся в этой жизни только на Господа, а не имеем обетования на жизнь вечную, то это ничтожно, это, я бы сказал, что-то, что действительно обкрадывает наше понимание Писания и Бога. Но также с другой стороны, если наши надежды только на будущее, имеется в виду жизнь вечную, а здесь на земле мы не ожидаем от Господа благословения, не ожидаем радости, переживаемой с Богом, то мы тоже люди, которые не до конца понимаем Писание. И есть в этом определенная причина, почему иногда люди уже не ожидают на земле какого-то благословения, переживания, потому что эти благословения или переживания чаще всего даже у верующего человека ассоциируются с каким-то приобретением, с каким-то устройством, здоровьем и благополучием, процветанием и так далее. Но жизнь состоит из разных оттенков. Знаете, человеческий глаз не так много может оттенков одного цвета отличить. Есть особые люди, которые имеют это распознание, но в целом мы уступаем, скажем, современным достижениям, компьютерам тем же самым, которые различают намного больше оттенков каждого цвета, чем человеческий такой обычный глаз. И это происходит потому, что, как я сказал, мы не совсем понимаем, что же Слово Божие называет благословением. Благо знать Господа. Благо жить с Богом. Благо, когда в любых скорбях и испытаниях ты остаешься верен Господу. Благо, когда, несмотря на то, что буря вокруг, а ты спокоен. Благо – это когда радость не просто от того, что ты что-то приобрел, и мы не имеем ничего против такой радости, но радость как составляющая плода Духа. Когда ты радуешься, что кто-то приобрел. Когда ты радуешься, что ты кого-то благословил. Когда ты радуешься тому, что ты совершил какой-то труд во имя Божие. Когда ты радуешься, понимая, что Господь с тобою. И поэтому мы, не отрицая того, что Бог благословляет различными способами, давая нам здоровье, давая необходимое нам все, как Писание говорит, для жизни и благочестия, давая нам действительно то, что нам нужно на каждый день. И эта молитва, она подчеркивает необходимость. Хлеб наш насущный, нужен нам действительно на каждый день. Мы это принимаем, принимаем не как должное, но как особое расположение Божие к нам, благословение к нам. Но вместе с тем, мы, как верующие люди, должны понимать, что великое приобретение, прежде всего, для человека, это быть благочестивым и довольным. Именно в Господе. Потому что благочестие без познания Бога абсолютно невозможно. И поэтому вот, когда мы собираемся на трапезу Господню, мы напоминаем еще раз о том, что мы спасены не собственными заслугами, мы спасены жертвой Иисуса Христа. Мы напоминаем себе о будущем веке, о том, о чем мы читаем, в том числе и в Откровении, о том, что можно, как Писание говорит, только увидеть сейчас, как бы сквозь стекло, предполагая, что там может быть. И, знаете, есть люди, которые очень сильно увлекаются, пытаются найти, а как же там будет в вечности. И Писание об этом не так много говорит. И есть тому причина. Потому что иногда человек, размышляя так далеко о будущем, о вечности, забывает, что он должен быть христианином, и христианином ответственным, исполняющим слово здесь, на земле. Я не буду проповедовать. У нас сегодня еще будет членское собрание, поэтому позже я объясню, и мы будем иметь это, и чуть-чуть раньше закончим наше общее служение, буду проповедовать вечером. Но считаю нужным вот это сказать, прежде чем мы будем участвовать в трапезе Господней, что если у нас есть настоящее понимание Бога, то мы не будем как капризные дети, которые, когда что-то получают, успокаиваются, но требовательны чрезмерно. И часто мы понимаем, что они требуют не то, что им нужно в этот момент. Что нам нужно? Нам нужен Господь. Нам нужно присутствие Божие в нашей жизни. Нам необходимо понимание любви Божией. Никогда не говорите и не позволяйте сомнениям говорить в вашем разуме или вслух о том, что Господь меня не слышит, Господь забыл. И в такие минуты особенно необходимо вспоминать жертву Господню. Вот этот стол, который сегодня накрыт, и которым мы будем участвовать, потому что это подчеркивает любовь Божия. Это обеспечение, это гарантия наша на будущее, но при условии нашего соблюдения, Писания, признания Христа. И если ты любишь, ты будешь делать все, чтобы не причинить боль тому человеку. Ты пойдешь сверх того. Именно об этом Христос говорил, когда Он говорил, если тебе нужно пройти одно поприще, то пройди еще одно. Экстра, сверх эту дорогу, которую ты должен идти. Точно так же и в большей степени по отношению к Господу мы будем благодарны Ему и не будем искать в Боге причину, потому что иногда причина в человеке, а иногда просто причина вне знания Писания, в том, что является главным нашей жизни. Вот это главное и вторичное, первичное и вторичное, часто мы не можем распознать без действия Духа Святого. Можем о чем-то даже просить, плакать и говорить, что Бог не любит, потому что я этого не получаю, а потом оказывается это ко благу нашему. И что бы ни случилось, не позволяйте сомнению поселиться в вашей душе в справедливости Божией. Люди несправедливы часто, мир несправедлив, но есть справедливость Божия, которая обязательно восторжествует. И это во всех сферах нашей жизни, в том числе и в таких, как здоровье, финансы, семья, благополучие и многое-многое другое. Но будем помнить, что и сегодня существует гонимая церковь, которая служит Богу не потому, что что-то приобретает материальное. Мы должны понимать, что есть ценности более важные. Люди и сегодня отдают жизнь свою за Христа, когда стоит выбор отречения от Бога, либо служения Ему. Может быть, уже не на земле, но там в вечности. Поэтому будем учиться быть благочестивыми и довольными людьми. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Это то время пришло наше сейчас непосредственно обратиться к тому, что говорит апостол Павел о хлебопреломлении. 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Эта величайшая мудрость Господа проявляется в хлебопреломлении. И нельзя что-то придумать или заменить то, каким образом Господь решил напоминать детям своим здесь на земле о своей жертве. И это великое благословение для нас. Пусть даже еще кто-то не заключил завет с Господом, даже присутствуя здесь, уже благословение. И смотря на этот стол, это уже благословение. Но сейчас мы давайте поднимемся и помолимся о том, чтобы действительно мы были достойны этого участия. Когда чуть ниже Павел говорит, что из-за того, что люди пренебрежительно относились в Коринфской церкви, некоторые были больны, а кто-то даже умер, конечно, нам хочется это принести больше понимания духовное. И здесь есть этот смысл также. Но я верю, что здесь и буквально также есть толкование. Люди настолько пренебрегали, что Господь избирал таким образом через их тело даже воздействовать, чтобы пришло понимание, чтобы пришло хотя бы спасение души, если уже не тело. Но не будем доходить до таких радикальных мер в нашей жизни с Богом. Давайте помолимся, чтобы мы сегодня имели достойное участие. Не сегодня только, но всякий раз, когда мы участвуем в трапезе Господней. Алилуйя.